Друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Павел Шумилов, я редактор канала акции Китая China Stocks. Сегодня 27 января, и мы, как обычно, попробуем поговорить, что интересного происходит с акциями Китая, с экономикой Китая. Ну, как вы, наверное, знаете, у нас последние дни все падает и падает и падает, к сожалению. И, к сожалению, я оказался прав в том, что я так и думал, что у нас в ближайшее время будет падение, но об этом чуть-чуть позже. В общем, какой у нас сегодня план? Мы поговорим, что у нас на этих анализах, можно сказать. По китайским акциям поговорим, по новостям тоже есть, что рассказать. Интересные новости довольно-таки промелькают, но таких глобальных пока нет, но тем не менее, есть о чем поговорить. В общем, все как обычно, поговорим и давайте начинать. Итак, если посмотреть на финдвиз, на карту китайских акций, то видите, что у нас сегодня все зеленое, но Китай опять продолжает сопротивляться и отказываться расти. Американцы и весь мир вчера росли, сегодня растут, а Китай, соответственно, сегодня такой, ну, бледноватенький. И в начале открытия вообще сегодня все сильно было ниже. Я подумал, что нужно начать записывать, потому что все так упало, а то как-то совсем все грустно. И вот мы чуть-чуть, чуть-чуть все-таки отросли. Ну ладно, давайте посмотрим на основные китайские акции, на индексы и что можно вообще сказать по ним. Итак, начинаем с индексов и ETF. На азиатской сессии сегодня у нас индексы все падали. Шанхай композит упал на проценты 78 сотых. Индекс Хансенг упал на практически 2%. И технологический индекс Хансенг тех упал на 3,81%. Соответственно, уже на американской сессии тоже сегодня у нас падение. Индекс NASDAQ Golden Dragon China падает на 0,24% в моменте. И были примерно, сейчас скажу, наверное, процент ниже. Сейчас точно посмотрим, насколько были ниже на открытие. Да, даже на 2, практически на 2,5% были ниже, чем сейчас. Немножечко отросли. Значит, ETF, QEB у нас падает на 60% и тоже было существенно ниже. Пока пытаемся отрастать. Инвестка China Technology и ETF тоже падает на проценты 0,9% в настоящее время. И тоже были ниже, немножечко откупили. ETF, QEB у нас тоже падает на 4% в моменте. Итак, давайте теперь переходим к акциям. Alibaba у нас сегодня пока в плюсе на 0,11% и тоже была существенно ниже. Давайте посмотрим, насколько ниже мы сегодня были в начале дня. Мы были ниже практически на 2,5% и сейчас вообще вышли в плюс. И на этом спасибо, как говорится. Но что можно сказать? На часовике у нас попытка какая-то разворота. Вот первые две зеленые свечи, две свечки зеленые по индикаторам вышли. Возможно, у нас какое-то краткосрочное восстановление будет, если, соответственно, не решатся слить опять заново все это дело. Так, ну давайте уже на глобальных, на более-таки больших time frame смотреть. На дневном интервале у нас пока ни о каком развороте речи и нет. Поры сами должны, скорее всего, продолжать падение. Вот день или два где-то, скорее всего, у нас есть для этого падения. Потом, возможно, например, со следующей недели будет какой-то рост. Если, конечно, еще ничего хуже не придумают. Но, тем не менее, возможно, со следующей недели, чисто по технике, возможен рост. Соответственно, пока у нас еще нет никаких положений о том, что будет рост. Лишь только, скажем так, опыт говорит о том, что рост возможен где-то с начала следующей недели. Но сейчас мы, возможно, можем допадать. Кстати говоря, есть такой еще очень важный момент, на мой взгляд. У нас предыдущее дно было в районе 108 долларов. Если мы будем уходить ниже 108 долларов по Alibaba, то, соответственно, у нас продолжится вот этот тренд падения. И мы можем уходить все существенно ниже. Следующий уровень поддержки у нас находится в районе 86-87 долларов. Поэтому, если мы пробьем вот этот вот уровень 108 долларов, то можем очень сильно сходить ниже. И лично я думаю, что 86-87 долларов будет дно, если мы до туда дойдем. Но, конечно, не хотелось бы. Так, давайте идти далее. Следующая компания JD.com. Сегодня у компании JD.com падает на 3,6%. И что можно сказать по индикаторам, глядя на JD.com? Так, ну, в принципе, есть еще куда падать, притом даже больше, чем у Alibaba. И у нас, в общем, пока ничего за рост не говорит. Что мы можем, докуда мы допадать? Ну, 60 примерно 1 доллар 70 центов. Это у нас уровень поддержки, докуда мы можем допадать. Если мы его пробьем по JD.com, то будем уже уходить в районе 50 долларов. И это с текущих. Давайте посмотрим, насколько мы сильно можем упасть, если пробьем 61,5 доллара. Так, следующий уровень поддержки – это минус 27% с текущих, если, соответственно, вот этот уровень поддержки пробьем. Так, ну, что еще можно сказать по объемам? Ну, по сути, практически без изменений. Когда у нас начинается какой-то разворот, обычно в этом моменте бывает повышенный объем, и у нас этого объема нет. Поэтому про разворот пока говорить рано по компании JD.com. Так, компания Pindu.du на тоже сегодня падает на 3,6%. Уходили сегодня и ниже по этой компании. И что можно сказать по индикаторам? Только мы падали, и, скорее всего, продолжим это падение. Индикаторы, во всяком случае, нам говорят именно об этом. Естественно, компания у нас гораздо выше должна стоить по всем ее фундаментальным значениям. Но это Китай у нас сейчас все падает, и Pindu.du тоже раздают, несмотря на ее неадекватную низкую оценку в настоящее время. Ну, в принципе, добавить больше нечего. По объемам у нас, ну, примерно все то же самое. Повышенных объемов нет, поэтому ничего это у нас не сигнализирует о никаком развороте и так далее. Ждем, когда у нас, соответственно, выйдут хорошие новости по Китаю в целом, по листингу, по словесным интервенциям, да. Вот Си Зин Пин, в том числе, в частности от него, мы ждем каких-то заявлений, что экономика важна, что мы будем ее поддерживать, и тогда, наверное, на мой взгляд, рынки могут развернуться. И до этого, соответственно, можно находиться в боковике или падать по Китаю. Ладно, давайте идти далее. Следующая компания, Випшоп, тоже очень у нас популярная компания, очень много инвесторов не засела, потому что у нас она с 45 долларов упала до 8 долларов. Это у нас стоит, посмотрите, насколько существенное падение. Минус 82% скаев, да. И что можно здесь сказать, по индикаторам компания у нас за продолжение падения, к сожалению, говорит, ближайший уровень поддержки в районе 7 долларов 60 центов. Если мы пробиваем этот уровень, то уходим уже на следующий уровень поддержки в районе 6 долларов 20 центов. Соответственно, если мы до туда дойдем, я собираюсь увеличить позицию по Випшопу на этом уровне. Что еще можно добавить? Объемы у нас обычные, не увеличиваются, поэтому, в принципе, нечего. Давайте идти далее. Балзун. Компания у нас падает сегодня на 4,82%. Что тут можно сказать? Объемы у нас не увеличиваются. По индикаторам у нас за продолжение падения говорят индикаторы. Что касается уровень поддержки, 11 долларов 20 центов в следующий уровень поддержки. Если мы его пробиваем, то потом можем идти в районе 8 долларов 75 центов. И, соответственно, лично я, у меня есть маленькая доля в этой компании, в районе 8 долларов 70 центов, я где-то сделаю второй вход в эту компанию. Если дадут, то, соответственно, тоже там купить. И давайте идти далее. Следующая компания Байду. Вообще, глобально Байду у нас стоит в боковике с июля, где верхняя граница находится в районе 175 долларов и нижняя в районе 135 долларов. И тоже такой момент. Соответственно, компания Байду у нас продолжает все это время развиваться. Выходят новые продукты, проекты, бизнесы и все прекрасно. Отчеты у нас каждый раз выходят лучше ожиданий. Но, тем не менее, мы продолжаем падать. Ну и, скажем так, в боковике находимся. Потому что весь Китай, когда начнет расти, только тогда и Байду начнет расти. Ну, было бы странно, если бы весь Китай падал, Байду рос. Поэтому мы и не растем, и не падаем. Потому что ниже уходить. Скажем так, за бесценную компанию давать никто не хочет особо. А расти не можем пока. По сути, добавить больше нечего. По индикаторам тут за падение, чем за рост, можно говорить. В общем, скорее всего, мы пойдем к нижней границе канала в районе 132 долларов. Если не выйдет каких-то хороших. Давайте идти далее. Следующая компания, Били-Били, тоже сегодня падает. Минус 3,5%. И мы подошли к уровню поддержки в районе 30 долларов. 31 доллара. Если мы пробиваем этот уровень, то компания может очень сильно упасть ниже. Примерно на 19,5 долларов. Лично я, если мы дойдем до 19 долларов, увеличу позицию по компании Били-Били. Возможно, даже и в районе 30 долларов тоже сделаем увеличение позиции. Но, наверное, скорее нет, чем да. Скорее все-таки я дождусь до 19 долларов, потому что, ну, так очень существенно мы падаем. И, наверное, ничего не мешает продолжить этому падению, пока у нас не будет каких-то хороших новостей по Китаю в целом. Давайте идти далее. Следующая компания, Hello Group, MoMA. То есть, минус 2,1% в моменте падения. И тоже мы находимся в боковике с декабря. Да, тоже не растем, не падаем. Лично я буду увеличивать, делать первый вход по этой акции. Если мы дойдем до нижней границы вот этого клина в районе 7 долларов, да, если мы до этого дойдем, то там куплю акции Hello Group. Но тоже важный момент. Эту компанию я бы не рассматривал на 5-10 лет, а такую эксклюзивную сделку на год, на 1-2. За это время, я думаю, мы можем дойти до 25 долларов, до 30, и вот там бы я где-то продал, и потом уже компания бы, наверное, не интересовала. Но, конечно, нам даже нужно будет еще смотреть по факту, оценивать ее в данный момент времени, когда мы до туда дойдем. А до туда, я уверен, что мы дойдем, потому что весь Китай рано или поздно развернется. Через месяц, через два, через три, все-таки через полгода, не знаю, да, развернемся и начнем расти. Потому что, ну, это рынок, так здесь всегда и бывает. Все разочаруются уже в Китае, и вот тогда мы и начнем расти. Так всегда и бывает, да, во всяком случае. Так, давайте идти далее. Компания Joy тоже сегодня падает на 2,18%. Тоже компания находится в длительном таком боковике аж с августа 2021 года. Нижняя граница находится в районе 40 долларов, верхняя граница находится в районе 60 долларов. И вот сейчас мы приближаемся к нижней границе канала. Компания тоже интересная для спекуляций, скорее, чем для инвестирования. На год, на два, по мне, компания может дойти до 100 долларов. И после этого нужно оценивать компанию заново, на мой взгляд. По индикаторам, здесь скорее у нас тоже за продолжение падения, чем за рост. Хотя такой падение, скорее всего, один-два дня, как и по всем китайским компаниям. Но хотя Joy вообще не особо китайская компания, как у нас там так появилась в Китае, и мы про нее рассказываем. Ну ладно, давайте идти далее. Следующая компания Tencent, тоже на азиатской сессии упала на 2,24%. Компания стоит долгое время в боковике, и примерно как и по Baidu, у компании все хорошо на самом деле. Но, соответственно, так как весь Китай падает, то она на этом не может расти. Начнет расти весь Китай, начнет расти Tencent. Соответственно, текущая цена очень дешевая. Компания упала с 770 долларов. Гонконгских долларов на 40% упала со своих хайов. Но многие китайские компании упали еще больше. Что еще можно добавить по акции Tencent? В принципе, все, объемов нету больших каких-то. Индикаторы у нас, ну, в принципе, даже лучше, чем другие китайские компании выглядят. Даже может порасти, несмотря на то, что позитивных новостей даже и нет. Потому что у нас зеленые свечки, и RSI, в принципе, может дойти до верхней границы канала. В общем, Tencent выглядит даже лучше рынка. Давайте теперь переходим к электромобилям. Все у нас электромобили сильно падают в последние дни. LiAuto, Nio и Xpeng. Но я, в принципе, и ранее скептически к ним относился. Потому что по всем метрикам у нас электромобили очень дорогие. И я считаю, либо прибыль и выручка компания должна очень сильно вырасти. То вряд ли за короткое время. Либо скорректироваться, то более реалистично, скажем так. Поэтому, в общем-то, мы и корректируемся по электромобилям. И меня это не удивляет. Что касается индикаторов по LiAuto. Мы, в принципе, находимся на дне по RSI. И тут уже потенциал падения, скажем так, исчерпан. Но если будет падать в Китай, скорее всего, и они продолжат свое падение. Давайте идти далее. Nio у нас тоже падает сегодня на 0,53%. И тоже мы находимся на самом дне канала RSI. И пока у нас тоже о развороте говорить нельзя, потому что нет определенных сочей. Поэтому, вероятно, мы продолжим падение. Бежать же уровень поддержки находится в районе 20 долларов. И что еще можно добавить? Ну, в принципе, по сути, больше добавить нечего. Падали и, вероятно, продолжим падение. Если пробьем 20 долларов, то следующий уровень поддержки у нас находится в районе 10 долларов 81 цента. И это, конечно, уже будет интересная точка входа на более долгосрочную перспективу для компании Nio. Что еще можно сказать? Ну, объемы у нас немножечко повышаются. Но пока еще таких прям больших объемов я не вижу. Как, например, было вот здесь, да, когда мы начинали рост с 2-3 долларов и доходили до 65. Начнется какой-то повышенный объем. Можно говорить о том, что компания начинает разворачиваться. Ладно, давайте идти далее. Следующая компания Xpeng тоже сильно падает. Притом существенно на 5,68%. Что можно сказать по индикаторам RSI? Мы находимся в нижней части канала. И падение, скажем так, уже очень ограничено. Но так как у нас пока нет еще зеленых свечек, то говорит о том, что у нас начинается какой-то рост еще очень преждевременно. Ближайший уровень поддержки находится в районе 33 долларов 60 центов. Если мы его пробиваем, то уходим ниже. Можем до 26 долларов, например, сходить. И там будет следующий уровень поддержки. Так, ну что еще добавить? В принципе, объемы обычные. И добавить больше нечего. И давайте к последней компании переходить. Tau Education. Тут нужно графический режим включить. И вот, к сожалению, у нас компания сильно падает в последние дни. Если говорить об уровнях поддержки, то он находится очень сильно ниже, в районе 1 доллара 20 центов. Есть еще небольшой уровень поддержки в районе 2 долларов. Но, скажем так, он не очень значительный, на мой взгляд. Поэтому, если мы вдруг будем дальше падать, то даже до 1 доллара 20 центов можем сходить. В общем, компания сильно падает. И есть новость, почему, соответственно, последние дни образовательные компании у нас падают очень сильно. И давайте, ну, что про график можно сказать? В принципе, ничего нельзя сказать про график. У нас очень богатильная компания. Выйдет хорошая новость. Мы плюс там 100%, например, сделаем за 2 дня. Это будет совершенно ни о чем не говорить пока еще, да? В общем, ждем хороших новостей. А до тех пор мы можем падать как сильно угодно ниже. И ничего нас пока не остановит в этом падении. Ладно, давайте переходить к новостному блоку. И там я объясню, почему, соответственно, образовательные компании падают. Да, первая новость. Китайские акции репетиторов рухнули на фоне возобновившейся паники из-за репрессии. И детали этой статьи. Индекс китайских образовательных компаний Bloomberg Intelligence упал на 27% за последние 3 дня, что стало самым резким падением с тех пор, как правительство объявило о масштабной перестройке отрасли в июле 2021 года. Разгром был вызван непроверенным документом Министерства образования, который впервые широко распространился среди трейдеров 25 января, и в котором шла речь о запрете на структуру компании с переменной долей участия, то есть ВИЭ, используемой китайскими образовательными компаниями для листинга за границей, а также об ограничениях на их школьные активы, расширении слияний и поглощений, и повышении оплаты за обучение. Официального объявления по этому поводу не поступало, и сами компании не знали о каких-либо надвигающихся правилах. 26 января трейдеры заявили, что инвесторы рассчитывали на опровержение Пекина, чье молчание усугубило распродажа. В общем, вот на этом у нас падали и продолжают падать акции образовательных компаний Китая. Давайте идти далее к следующей новости. НИО рассматривает возможность вторичного листинга в Сингапуре, не в Гонконге, а в Сингапуре. Это важный момент. Итак, китайский производитель электроавтомобилей НИО рассматривает возможность вторичного листинга в Сингапуре уже в этом году, поскольку его планы по листингу в Гонконге подвергаются проверке со стороны регулирующих органов. Сообщилась сегодня ИФР со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. В НИО заявили, что не будут комментировать рыночные слухи. На НИОД в 2021 году в ответ на вопрос о втором листинге НИО сказали, конечно, мы примем наиболее разумные меры для инвесторов. В настоящее время нет особенного нового плана. Согласно счету ИФР, поскольку листинг в Гонконге находится в подвешенном состоянии, НИО начала рассматривать листинг в Сингапуре. В общем-то, на самом деле, не самая хорошая новость. Вероятно, есть какие-то проблемы с листингом в Гонконге. Но мы узнаем в будущем. Давайте идти далее. Следующая новость про компанию Байду. А вернее, про принадлежащую компании Байду, GEDU. Так, GEDU, подразделение Байду по производству интеллектуальных электромобилей, привлекло 400 миллионов долларов США для ускорения разработки первой серийной модели с технологией автономного вождения L4. И детали этой статьи. GEDU Автомотив, подразделение Байду, занимающееся интеллектуальными электромобилями, получило почти 400 миллионов долларов США в рамках последнего раунда финансирования для поддержки разработки и производства автомобиля с технологией автономного вождения уровня L4. 26 января компания заявила, что стал был привлечен от двух ее акционеров. Соответственно, Байду и производители автомобиля Женг Джили Холдинг Групп. Ся Ипин, исполнительный директор GEDU, сказал в заявлении, что первая серийная модель будет продуктом эталонного уровня и произойдет ожидание клиентов. По словам компании, новый капитал будет использован для ускорения исследований и разработок в GEDU, а также для найма новых специалистов в области автономного вождения, умной кабины и умного производства. Ну, как я вот и говорил в теханализе, Байду у нас развивается, а акции падают. Сколько сейчас у нас Байду? Давайте посмотрим. Так, Байду. Минус 80-80 процента. Бизнес развивается, а акции падают. Ну, такой вот у нас рынок. Давайте идти далее. Следующая новость про компанию JD.com. Дочерняя компания JD.com, GEDU, привлечет 1,2 миллиарда долларов США на IPO в Гонконге в 2022 году. Согласно сообщению IFR, в понедельник, 24 января, дочерняя компания китайского гиганта электронной коммерции JD.com под названием GEDU намерена провести IPO в Гонконге в этом году и привлечь от 1 до 2 миллиардов долларов США. В GEDU отказались комментировать отчет. В сентябре 2020 года GEDU подала заявку на привлечение 20 миллиардов юаней или 3,16 миллиарда долларов путем листинга в Шанхайском совете по научно-техническим инновациям Star Market. 2 апреля 2021 года она подала документы на вывод в Шанхайской фондовой бирже. Ждем листинга и впереди, наверное, еще заработает. И это хорошо. Следующая новость довольно-таки важная. Публиковали мы ее еще 26 января вчера, но, соответственно, решил включить ее тоже в этот выпуск. Итак, Палата представителей США завершила работу над законопроектом о противодействии Китая, включая положение о полупроводниках и связях с Тайванем. И детали этой статьи. Палата представителей США завершила работу над радикальным законопроектом, призванным усилить конкуренцию США с Китаем. Законопроект на 2912 страницах, называемый законом о конкуренции Америки от 2022 года, включает миллиарды долларов для полупроводниковой промышленности США. Новое положение об укреплениях отношений к США с Тайванем и четверткой союзом, в котором входят США, Япония, Индия и Австралия. И 100 миллионов долларов США на противодействие цензуре и дезинформации правительства Китая. В Государственном департаменте США будет создана новая должность специального посланника США для координации реагирования на грубые нарушения общепризнанных прав Твовека, происходящие в дальнезападном китайском регионе Синьцзян. Законопроект также предписывает госсекретарю США перейти к изменению названия фактического посольства Тайваня в Вашингтоне, тайбейского экономического и культурного представительства, на тайваньское представительство в Соединенных Штатах. А законодательство представит статус беженцев некоторым гонконгцам, бегущим из города в ответ на новый закон о национальной безопасности, который, как предупреждают оппозиционные политики и критики, может быть использован для подавления инакомысля в Гонконге. Что касается Южно-Китайского моря, в законопроекту подтверждается позиция США о том, что претензии Китая на акваторию являются незаконными. Текст гигантского законопроекта был обнародован и у большинства законодателей и их сотрудников еще не было возможности изучить его детали. В общем, американцы продолжают бороться с Китаем как только могут, и вот такие вот новые законы. И это, конечно, рынок тоже не особо радует. Ладно, давайте идти далее, к следующей новости переходить. Китай опубликовал план развития дорожного движения и обещает построить глобальную транспортную сеть к 2035 году. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая недавно опубликовал план развития системы обращения в стране в период 14-й пятилетки 2021-2025 годов, стремясь обеспечить реализацию своей стратегии развития двойного обращения. Китай пообещал продолжить развитие существующей транспортной сети к 2025 году и создать полную глобальную логистическую систему к 2035 году, согласно плану. Помимо улучшения инфраструктуры в секторе логистики для увеличения общей пропускной способности, план также призывает оффлайновые розничные предприятия расширить свой онлайн-бизнес. В броске содержится призыв к установлению связи между внутренним и внешними рынками за счет расширения внутреннего спроса на экспортную продукцию и улучшения трансграничной логистики. А также отмечается, что в китайских городах будет построено больше беспошлиных магазинов. Это почему важно, потому что инфраструктура и дорожная сеть улучшают развитие компаний, развитие всей логистики. И это скажется позитивно обязательно на Китай и китайских компаниях. И давайте идти далее. Следующая статья, такой у нас веселый СИ. Обширный план Китая по технологическому превосходству над США. Итак, детали этой статьи. При председателе Си Цзиньпини Коммунистическая партия запустила несколько программ, направленных на то, чтобы натолкнуть экономику к уходу от трудоемких и низкоориентабельных отраслей, которые поддерживали рост в течение последних двух десятилетий, и сделать Китай самодостаточным в критически важных технологиях. Триллионы долларов будут направлены в компании, инфраструктуру и исследовательские парки в соответствии с планами, которые являются ключом к усилиям Си по расширению создания богатого и более равноправного общества. Риск заключается в том, что его правительство в конечном итоге тратит деньги впустую, инвестируя в компании из сектора, которые не выполняют свои обещания. В статье опубликован перечисленных программ, которые в фокусе правительства Си и краткие прогнозы по ним. В общем, если вам интересно это, то читайте во всех деталях, все поймете. Ссылка в нашем телеграм-канале. И следующая новость. Китай начинает трехлетнюю борьбу с отмыванием денег. И в чем суть? Давайте узнаем в деталях статьи. 11 правительственных учреждений будут проводить кампанию, направленную на то, чтобы остановить распространение тенденции отмывания денег и других, связанных с этим преступлением. Говорится в заявлении Народного банка. Власти примут национальную систему предотвращения рисков отмывания денег, совершенствуют соответствующие законы и правила, а также усилят анализ и расследование случаев отмывания денег. НБК и Министерство общественной безопасности возьмут на себя ведущую роль в борьбе с отмыванием денег. В общем, вероятно, это тоже будет часть репрессии, возможно, к китайским кампаниям. Не самая позитивная, на мой взгляд, новость. Давайте идти далее. Промышленная прибыль Китая достигла рекордного уровня благодаря высокотехнологическому производству. И детали этой статьи. Кстати, статью написали Global Times рупор китайской пропаганды. В 2021 году прибыль промышленных предприятий Китая сверхустановленного размера составила 8,7 триллионов юань или 1,37 триллиона долларов США, увеличившись на 34,3% по сравнению с предыдущим годом и на 39,8% по сравнению с доэпидемическим уровнем в 2019 году, согласно данным, опубликованным Национального бюро статистики. Из 41 крупной отрасли промышленности рост прибыли наблюдается в 32 отраслях. Прибыль в 6 отраслях, включая горнодобывающие предприятия, увеличилась более чем вдвое, а в 18 отраслях, таких как производство оборудования и потребительских товаров, достигло двузначного роста прибыли. В 2021 году, благодаря росту цен на сырьевые товары, прибыль от горнодобывающих промышленностей и производства сырья ускорилась на 190% и 70%, соответственно, по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на быстрый рост промышленности, промышленные прибыли страны в 2021 году в ноябре и декабре рост прибыли значительно снизился, а некоторые отрасли, особенно малые и макро-предприятия, столкнулись с давлением. В общем, тем не менее, Китай у нас в 2021 году вырос, а акции сильно упали. Вот такой вот у нас рынок. Давайте идти далее. Следующая статья. Экономический рост Китая в 2022 году начинается с низкого уровня и закончится высоким. Считают у нас из Пинчина. Итак, детали этой статьи. Квартальные экономические показатели Китая за 2021 год показали общее ослабление, упав на 4% в четвертом квартале, в то время как международные аналитики считают, что экономика Китая находится в быстром упадке. Гу Циньцян считает иначе. Но это не означает, что дорога Китая в новом году будет гладкой. Политику необходимо будет скорректировать, чтобы обеспечить стабильную экономическую траекторию в 2022 году. С ноября прошлого года было проведено множество политик, направленных на стабилизацию роста и предоставление адресных стимулов. И будущая политика станет более благоприятной для рынка. Такая политика имеет решающее значение для изменения рыночных ожиданий. С точки зрения воздействия политики, самый сложный период для экономики Китая, вероятно, уже позади. Но, учитывая эффект отставания, потребуется время, чтобы политика вступила в силу после ее реализации. Можно ожидать, что экономический рост Китая в этом году начнется с низкого уровня и закончится высоким. И если не будет серьезных сбоев, его экономические показатели за год будут близки к его потенциальному темпу роста. В общем, такие ожидания у нас по Китаю. И последняя статья на сегодня. Китай продолжит снижение налогов и сборов в 2022 году. И это продолжение смягчения ДКП, так сказать, в налоговом ее режиме, формате. Итак, детали этой статьи. Министерство финансов заявило, что Китай примет более решительные меры по сокращению сборов и налогов для поддержки субъектов рынка в этом году с комбинацией фискальных стимулов. Сюй Хунцай, вице-министр финансов, рассказал, что будут предоставлены стимулы для поддержки качественного развития производства производственного сектора, такие как налоговые вычеты на расходы предприятий, на исследования и разработки для содействия технологическому процессу, прогрессу. По словам Сюй, центральное правительство увеличивает трансферные платежи, трансфертные платежи местным органам власти, чтобы обеспечить достаточно средств для снижения местных налогов и сборов. В общем, такие вот у нас новости. Если подвести итоги, то с Америки у нас какие-то давления продолжаются, а внутри Китая смягчение ДКП, налоги, понижение ставки. И я думаю, что и в дальнейшем мы будем видеть какие-то такие заявления со стороны власти Китая о том, что экономика важна. Но, в всяком случае, мне бы хотелось это услышать. И, возможно, на этом мы рано или поздно развернемся и начнем расти. Но пока, соответственно, мы продолжаем падать, несмотря ни на что. То, что экономика Китая растет, компании у нас на самом деле все дешевле и дешевле, а их прибыль и выручка ждет роста. Но мы падаем, несмотря ни на что. В общем, когда-то у нас логика рынка уже придет к адекватному, когда это вопрос. Надеюсь, что раньше, чем позже. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас по Алибаба W-инверсовалась и было двойное дно, и мы начали расти. Но посмотрим по факту. В принципе, наверное, я рассказал все, что мог. Надеюсь, что тайм все-таки уже начнет расти. Очень бы этого хотелось. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр и до следующего видео. Продолжение следует...